Кривая заболеваемости гриппом в Чувашии медленно, но верно ползет вверх. На прошлой неделе от вирусов пострадали около 12 тысяч человек, почти 70% из них дети. Эпидемический порог превышен на 40%. ОРВИ или грипп. Разница в общем-то невелика. И то, и другое одинаково неприятно для человеческого организма. Правда, в последнее время кое-какие штаммы кажутся нам особенно опасными. С 2009 года стал известен грипп АН1Н1, то бишь свиной. Он как бы не проявлялся себя столь активно и в 2010-м, и в 2011-м году. Ну вот, и в 2012-м даже он не проявлялся так, с такой интенсивностью. Вот в 2013-м году уже в начале он себя ведет вот именно чуть-чуть по-свински. Видимо, оправдывает свое название свиной грипп. Вот последние три недели практически у каждого третьего обследованного больного выявляем, вот лабораторно подтверждается, вот именно этот грипп. В меньшей степени это H3N2. Он тоже старый, добрый знакомый, возбудитель. Он уже более, скажем, 40 лет циркулирует. На последней неделе у 14% обследованных больных он был выявлен. Это тоже большой показатель, самый большой. По выявляемости именно этого вируса. А в предыдущей неделе меньше выявлялось, от у трех, там у пяти процентов больных. Ну, кроме того, нужно отметить, что у нас в начале именно на пятой, по-моему, неделе был подтвержден у одного больного грипп типа Ба. Говорить о повальной эпидемии, к счастью, не приходится. Но в нескольких детских учреждениях республики все-таки ввели карантин. И медики, и сотрудники Роспотребнадзора предупреждают. В таких условиях надо неукоснительно соблюдать санитарно-гигиенический режим и поддерживать иммунитет. Это, прежде всего, почаще мыть руки с мылом. Поскольку, ну, если, ну, защищать органы дыхания, прежде всего, даже если вы здоровы, масочный режим, так называемый. Может быть, вот, чтобы это было модным, чтобы действительно явлением не стесняться, как говорится, и в общественных местах. Вот именно самый эффективный, одно из эффективнейших мер – это именно защита органов дыхания. Ну, и, конечно, не забывать, что маски надо постоянно каждый день, ну, через каждые два-три часа менять. Общение, конечно, предполагает, что вы не бросите свою вредную привычку сцеловаться с каждым знакомым, родным, милым вам человеком. Воздержитесь, будет весна, цветы, компенсируйте. Специалисты категоричны. При первых признаках гриппа или ОРВИ нужно укладываться в постель и вызывать врача на дом. Трудовой героизм в таких случаях неуместен. Не следует появляться на работе или в общественных местах хотя бы из соображений человеколюбия. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.